Случайная встреча 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 Что можно отпустить в принципе? И если ты прощаешь, то можно все равно отпустить. Сложно это сделать. Как это? Если ситуация не будет. Наверное, если любишь, то все-таки можно простить все. Надо сильно любить. Наверное, можно, конечно. Человек для тебя родной. И отпустить. Ну, конечно, лучше отпустить. Чтобы начать отношения уже как-то заново. И не вспоминать. Скажи мне, милый, зачем ты лжешь? Я так устала от боли собою. Не заслужила столь грубых слов. Из уст любимых, что льются порою. Я не хочу все рушить. Что было так прекрасно. Но не могу иначе. С тобою я несчастна. Забудь тебя и слышу. В ответ лишь гром грохочет. Люблю и ненавижу. Пускай мне Бог поможет. Забыть свои объятья. Глаза, что за туманя. Познать в другое счастье. Любовь, что не обманет. Придет удача еще в мой дом. Тепло наполнить уставшую душу. Уже не плачу, что не вдвоем. Хоть сердце помнит ту нашу разлуку. Я не хочу все рушить. Что было так прекрасно. Но не могу иначе. С тобою я несчастна. Забудь тебя и слышу. В ответ лишь гром грохочет. Люблю и ненавижу. Пускай мне Бог поможет. Забыть свои объятья. Глаза, что за туманя. Познать в другое счастье. Любовь, что не обманет. Забудь тебя и слышу. В ответ лишь гром грохочет. Люблю и ненавижу. Пускай мне Бог поможет. Забыть свои объятья. Глаза, что за туманя. Познать в другое счастье. Любовь, что не обманет. Любовь, что не обманет. У всех бывают в жизни какие-то кризисные моменты? Соответственно, как в творчестве, как в жизни. Но хотелось бы спросить сейчас именно про творчество. Как ты справляешься с таким трудностями? Как по предморальному? Бывает же, что и отсутствие вдохновения. Бывает, да? Ты сама пишешь. И отсутствие денег, и отсутствие... И вот финансовая часть, конечно, да, это самая... Самая у нас основная ситуация. Сейчас, конечно, вообще жизнь тяжелая. Сейчас всем тяжело. И так же и в шоу-бизнесе кризис. Сейчас, разумеется, концертов-то и не так уже много. Хотелось бы побольше. Хотелось бы и клипов побольше сделать. В принципе, и денег хотелось бы побольше. Собственно, люди, если вы захотите как-то помочь, я не откажусь. Да. Вот. Ну, я шучу, конечно. Вот. Ну, все потихоньку, на самом деле. Потихоньку. Сегодня одно сделали, завтра, видишь, второе. Ну, как-то так вот. Ну, давайте, я помню, может, не справляюсь. Правда. Ну, то есть в таких ситуациях стараетесь в депрессию не впадать, а наоборот? Ну, нет. А смысл какой? Только наблюдите. Акады, то еще не поможете. Спасибо. Ольга Алтонская. Кому помогал. Да. В положительном смысле, поэтому, да. Нет, конечно, только с позитивом. Ты так классно выглядишь вообще. Стиль свой. Сама создаешь или детали? Стилистная? Да. Нет, стиль сама создаю. Ну, какой в принципе стиль? Нет. Что-то нас проходило. Нет, концерты, конечно, готовились. А так люблю в основном спортивный стиль жизни. То есть спортом занимаешься? Да, пару раз в неделю я точно занимаюсь. Оль, ну, у тебя такая насыщенная творческая жизнь в плане песен, клипов. Скажи, пожалуйста, сказки, что ты пишешь. Ну, в основном я пишу сама и писала тоже ранее. То есть я сама автор песни, стихи и музыку пишу. Но сейчас в последнее время вот с Люболей Григорьевной Воробаевой я сотрудничаю. Она написала песню, которую я ранее говорила, да, «Случайная встреча». Ну, собственно, и все. А так я пишу сама. А что нужно вообще для того, чтобы написать песню? То есть это нужно целенаправленно поставить себе цель, сказать, «Я вот хочу завтра написать песню, но это у меня есть три дня». Или это откуда-то вот оттуда приходит и, соответственно, входит в то, что случается? Скорее всего, да, вот оттуда-то оттуда, потому что я вот на самом деле я давно не писала. Не знаю почему. Вот, ну, если пишу, то пишу. Могла раньше среди ночи проснуться, раз записать сразу песни целью, допустим. Ну, если не идет нет творческого порыва, то лучше и не нужно, потому что… Ну, не получится. Или получится, но не так. Может быть, получится, но оно не так, потому что оно откуда-то вот берется, льется. Ну, прям бывает вот стихотворение там пишу, она буквально вот как будто сама рука за меня пишет. Я тоже сама. Вот, поэтому ты меня понимаешь. А так, нет, специально, конечно, я этого не делаю. Если только есть творческий порыв, тогда вот… А творческий порыв, что это? Это должно что-то в жизни случиться? Неважно, плохое, хорошее? Или это может просто… Ну, конечно, не без этого, наверное. То есть тоже какие-то моменты, может быть, любовные переживания, которые были ранее или недавно, неважно. Но отпечаток все равно накладывается. Да и в связи с этим, конечно, тоже песню пишутся. Спасибо. Заколдован, заколдован Варим, варим сок любви На медленном огне Чтоб потом им обоить Любимых нам людей Им заговоренным свет Покажется мечтой Ведь в полумраке жить теперь И нас любить лихвой Ой, заколдован Заколдован ты Слишком я копарна Съядом сок любви Выпил ты на завтрак Заколдован ты Действует бесспорно Этот сок любви Я тобой довольна Сюда бегаешь за мной Как маленький щенок Бьешься, прыгаешь, скулишь Ты лишь у моих ног Как же хорошо уметь Варить волшебный муж Только бы не обалдеть От избытка чувств Заколдован ты Слишком я копарна Съядом сок любви Выпил ты на завтрак Заколдован ты Действует бесспорно Этот сок любви Я тобой довольна Заколдован ты Слишком я копарна Съядом сок любви Выпил ты на завтрак Заколдован ты Действует бесспорно Этот сок любви Я тобой довольна Заколдован ты Слишком я копарна Съядом сок любви Слишком я копарна Слишком я копарна Слишком я копарна Действует бесспорно Это сок любви Я тобой довольна Это сок любви Я тобой довольна Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok 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 DimaTorzok